Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Смотрите, ребята, какая молодая девушка. Ей всего 30 лет, не хватает до 100. Да, да, да. Так, Виталий, давай, два слова. Я живу в Чебоксарах на данный момент. Занимаюсь только вот с этой компанией, с Эйви. Работаю год с небольшим, получается, у нас как запустили официально для всех. У меня с компанией летом будет 4 года. И, кстати, в апреле, в этом году, сейчас вот в этом апреле 4 года исполняется компания. Был до этого закрытый раунд. Ну, раньше занимался предпринимательством достаточно много лет. В принципе, это основное. Скажи, пожалуйста, Виталий, почему именно ты вот на этом остановился, на трейдинге, на этой компании, и больше никуда ничего нет? Ну, во-первых, я 5 лет ввел сайт аналитический по инвестициям, где людям объяснял разницу между финансовыми пирамидами и реальными инвестициями. И я противник пирамид. Я считаю, что, ну, там в основе, прежде всего в основе уже обман. То есть это рассказывают сказки, как они там деньги зарабатывают. На самом деле идет просто перераспределение от вновь прибывших тем, кто пришел раньше. Самая честная пирамида – это была от МММ. Там на сайт заходили люди и сразу видели, что эта финансовая пирамида, вы можете здесь потерять деньги. А, то есть он писал там, да? Да, там было написано откровенно, честно все. А здесь нас кормят сказками. И народ на это ведется. Сначала кто-то по незнанию, потом, если кто-то кому-то удалось заработать, старается, ну, понравилось, скажем, легкие деньги. Ну, в общем, я категорически против. И вот поэтому с этой компанией. Потому что эта компания абсолютно честная. Я знаю президента компании больше 10 лет. Остальных учреждителей знаю тоже по несколько лет. и знаю их, скажем, заслуги в бизнесе до этого. Ну, и, в принципе, здесь все построено так, что здесь просто не может быть обмана, потому что мы деньги не отдаем, деньги у нас работают на наших счетах. Тут даже принцип совсем другой. Смотри, Виталий, мы как-нибудь с тобой проведем специально, что такое пирамида, что такое нет. Спасибо большое. Виктория, ты можешь что-нибудь сказать про себя? Девочки, посмотрите, какая красавица у нас есть, Виктория. Да, могу рассказать. Смотри, какая красивая, красивая. Спасибо. Ну, я живу в Орехово-Зуево, недалеко от Москвы. Ну, я приехала в Россию 7 лет назад, жила я в Ташкенте, родилась я там, 30 лет я прожила там. Вот, уже 7 лет в России, недалеко от Москвы, я уже говорила, да. В сетевом я, наверное, 4 года пришла, 4 года назад в сетевой. До этого я пела в Москве в группе, посмотрела этот грязный шоу-бизнес, ушла опять в церковь. И сейчас я работаю парикмахером еще в салоне красоты и параллельно занимаюсь криптовалютой. Торгую на бирже, у меня большой портфель. Смотрите, девочка молодая торгует на бирже. Ну, вообще, молодец, надо брать с нее пример. Слушай, слово ушла в церковь, что это значит? Петь в церковь. Раньше пела в салон-бизнесе, да. Ну, это здорово, здорово. Хорошо, спасибо, Виктория. А, Гульнур, ты можешь сказать про себя тоже? Да, я с малышом сейчас на гриппе. 4 месяца. Молодец. Так, все микрофоны давайте выключим. Я в заработках сетевом была. Ну, сетевой сейчас уже не хочу, поэтому я в ВВИ, хочу в реальной компании. Очень плохо слышно. Ничего не слышно. Да, сейчас ребенка кормлю. Слышно? Не слышно? Я ребенка кормлю, слышно? Угу. Чуть-чуть. Да нет, хорошо ее слышно, что она ребенка кормит. Надо, наверное, поближе к микрофону. Ну, может, мы ее перенесем на следующий раз, покормить ребенка. Ребеночек маленький. Ну, сейчас ничего не слышно. Ирина, микрофон выключен. Деловая колбаса, выключила микрофон. Так, значит, вопрос такой. Почему биткоин так называется? Биткоин. Кто может сказать? Я не могу. Хорошо, Ниночка. А Виктория, ты можешь сказать? Бит? Есть только предположение, потому что... Даже не знаю, почему у Сатоши Накамото, у одного человека, либо у целой группы пришло такое название в голову, да? Но бит – это что? Это бит, как бы термин в компьютере, да? Который, вот есть биты, байты, да? Определяет какие-то, как сказать, решения, что ли, алгоритмы. Вот, и я думаю, что бит взят оттуда именно. Коин, он, по-моему, переводится как монета. Правильно. Правильно. А Виталий, что скажешь? Ну да, бит, что бит, что байт – это единица измерения информации в компьютерной. Да не только в компьютерной, в принципе. Просто мы привыкли использовать это в компьютерной технике. Потому что по телевизору тоже можно это посчитать, но никто этим не занимается. Правильно. Смотрите, я специально выписала, что такое бит. Бит – это единица измерения количества информации. Вы все правильно сказали, молодцы. А коин – это монета. То есть бит, коин, он… Количество, что получается, монет – это измерение количества информации. Сколько монет измеряется, что ли, биткоин? Как вот сказать проще? Монеты, которые выражены именно информацией. Да. Да-да. Вот информационный поток, а в этой информации у нас монеты. Правильно? Да, наверное, так можно. Хорошо. Идем дальше. Второй вопрос. Почему биткоин называют цифровым золотом? Виктория? Виктория? Слышишь нас, нет? Потому что цифровая монета, потому что она… Ну, цифровая монета. Очень много всяких цифровых монет. Почему именно биткоин – цифровое золото? Сейчас 6600 монет есть на рынке. 6000 разных монет. А именно биткоин почему золото цифровое? Дороже всех. Потому что она выпущена была самой первой, во-первых. А во-вторых, она имеет эмиссию всего 21 миллион. Из них потеряно 9 миллион уже. И вот все, что осталось, да, на несколько миллиардов населения. Естественно, она, как говорится, ну, больше не будет вот этой инфляции. Она самая первая, да, самая ценная. И от нее… Ну, дорогая она стала сейчас, да. От нее пошел вот этот блокчейн. Блокчейн, который создался точно на комод. И люди поняли, что можно создавать бизнесы на таком блокчейне. И сейчас эти блокчейни начинают копировать, делать. Но она ценится из-за того, что она самая первая, во-первых. Ее очень мало. Вот это вот важно. Так, спасибо, Виктория. Виталий? Ну, это, по сути, эталон цифровых денег. Как и золото, да, эталон делится на достаточно много частей. То есть, можно, как и золото, распилить на граммы. То, что добыча биткоина стоит тоже определенных денег. И он не может стоить меньше, чем себестоимость, скажем. Так же, как и добыча золота, опять же, да? Это Нина, Нина, у кого? Нафиса у тебя там телевизор поет? Нет, это у кого-то там Арио поет, не у меня. У меня никого нет. Ну, это у меня там, да. Ты выключи микрофон. Когда захочешь сказать что-нибудь, включи. Виталий, правильно смотри. Я тоже вот выписала это, да, и вот хочу сказать. Как и привычное золото, биткоин дорого добывать. Правильно сказали мы. Дорого его подделывать, даже его подделывать почти невозможно. Вообще его невозможно, наверное, подделывать, да? Да, потому что его не встроишь в блокчейн. В цепочку. В эту нельзя встроить и поменять нельзя цепочку. Потом, количество ограничено, да, Виктория? Всего-то осталось там ничего этого биткоина. И его нельзя, как деньги печатать каждый день, их нельзя. То есть ограниченное количество. И может он храниться сотни лет и без проблем может быть передан из рук в руки. Ну, человеку другому. Потом тоже, ну, положительное, что не надо никаких хранилищ, ну, кроме в интернете, знать, как хранить этот биткоин. Я думаю, вот этого достаточно будет, да, нам знать, что, почему биткоин называется цифровым золотом. Если это недостаточно. Да, интересно знать. Интересно. Да. Третий у нас вопрос с вами. Кто изобрел биткоин? Давай, кто рядом там? Гульнур, я тебя не спрашиваю, потому что ты с ребенком, но ты слушаешь, правильно? Если хочешь тоже отвечать, открывай микрофон и говори, ладно? Виктория, ты скажешь, кто изобрел биткоин? Да, Сатоши Накамото некий. А ты учила, вот в нашей программе было там вопрос, кто изобрел, и было несколько ответов. Какой ты вопросный ответ написала в нашей программе? Сатоши Накамото. Ну, неправильно я тоже написала, Сатоши Накамото, а у них второй вариант, что группа. Второй вариант, группа, да, что это такое, это по их мнению. Ну, это по мнению всех, ну, вот они так. Что один человек не мог создать такую технологию такую. Опять же, Сатоши Накамото, это может быть имя всей группы? Да, может быть псевдоним этой группы. Но я еще хочу сказать, что в нашем обучении именно вот три вопроса там стоит. И первый Сатоши Накамото, потом группа, потом еще что-то. И вот когда я написала, нажала Сатоши Накамото, а мне показалось это, что группа. Ну, неправильно ответила. Что еще мы можем сказать, кто изобрел биткоин? Достаточно, что вот группа по псевдонимам Сатоши Накамото. Впервые прозвучало это в 2008 году с появлением 31 октября статьи про биткоин. Это, значит, выпустили статью 31 октября 2008 года про биткоин. Одноразовая электронная денежная система. Ну, как переводится Сатоши, это с японского мудрый ясномыслящий или ясномыслящий в книге. То есть там они описывают эти наши, что это не может быть отрождение имя, выдуманное имя. И поэтому это, возможно, даже и группа. Ну, больше у нас тут что еще надо ответить? Кто изобрел? Тут не спрашивается, когда, что. Кто изобрел? Все, мы правильно сказали, правильно? Как вы считаете? Наверное, правильно, раз там так отвечаем. Так, ребята, дальше идем. Когда он был изобретен? Вот сейчас вот расскажите, когда был изобретен наш биткоин? Какого года? Кто скажет? Давайте я скажу, а вы запомните. Я выписала специально, чтобы нам было удобно с вами разговаривать. В 2008 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото был опубликован файл с описанием протокола и принципа работы платежной системы в виде одноранговой сети. По словам Сатоши, разработка началась в 2007 году. В 2009 году он закончил разработку протокола и опубликовал код программы клиента. И 3 января 2009 года был генерирован первый блок и первый 50 биткоинов. И мы это считаем день рождением, правильно? Вот. Ну, позднее там уже начали другие люди это развивать. То есть, значит, в 2007 начали разработку, в 2008 вышла статья и в 2009 году, 3 января, вышел первый блок, сгенерировал первый блок и первый 50 биткоинов. Мы тогда не узнали его. Какие мы были бы? Сколько бы денег было? Ой, ребята, ребята. Многие сейчас еще до сих пор не воспринимают. Вы знаете, даже сейчас он стоит почти 60 тысяч долларов, это считается дешевым. Поэтому мы обратили свои взоры на биткоины. Хоть какие-то сатошки собирать. А вы знаете ведь, да, что биткоин состоит из сколько сатошек, Виталик? Миллион, по-моему. Или 100 миллионов ли? Наверное, 100 миллионов. 100 миллионов. 8 нулей, 8 нулей. 100 миллионов сатошек. То есть, 1, 2, 3 сатошки, можно 10, 20, 30 сатошек. Вот мы с вами туда-сюда гоняем деньги, переводим в биткоины, обратно. Можно биткоины хранить немножко, потому что через несколько лет он будет стоить 120 тысяч. Может, даже на следующий год. 120 мы ждем вообще-то уже в этом году, в августе. Ну вот, а видишь, а мы еще деньги не положили, не купили биткоин. Последний вопрос, ребята. Какая технология лежит в основе биткоина? Кто скажет? Подожди, Виталий, ты не говори. Мои девочки знают? Нафиса, ты знаешь? Какая технология лежит в основе биткоина? Нина, ну-ка скажи. Ну, не знаю. Я сразу говорю, не знаю. А нафиса? Вот все кричат, все сейчас компании говорят. Технология получения, что ли, или что? Какая технология лежит в основе биткоина? Да, и получения. Ну, цифровая, наверное. Ну, смотри, ты же знаешь, вот эти компании все пишут. Мы на блокчейне, мы на блокчейне. Генерация, генерация. То есть технология блокчейн. Вот, если скажешь технология блокчейн, все это понятно и ясно. Ну, вот, ребята, пять вопросов, которые нам надо было с вами обсудить. Вроде бы понятно. Сейчас я эту запись делаю. Там еще у нас кто-то пришел. Один, два, три. Сейчас мы ему зададим вопросы. А что, Надюшки, у меня нету нашей? Надюшка у нас там, наверное, где-то биткоины считает. Ипэээ. Ипэээ. Здравствуйте, один, два, три. Это кто у нас? Вы можете открыть личико? Зульфия, открой личико. Нет, это не Зульфия. Один, два, три кто-то у нас, ребята. Сразу испугался. Ну, ладно. Я думаю, если у вас еще вопросы есть какие-то, можно... Давайте, задавайте. Мы обсудим его с Виталиком. Виталик у нас... Кстати, Виталик, какая у тебя профессия? Скажи-ка девочкам моим. Океанология. Океанология. Океане занимаетесь рыбами? Это к рыбе отношения вообще никакого не имеет. Я думала, в океане. Нет, это физика и математика процессов в океане. А я думала, в океане рыбщие. Вы проверяете, какие у нас вырастают. Это есть и теология, и биология моря. Специальности. Видите, какие люди с нами общаются? Ну, уж нас извините. Мы уже люди, наверное, тупые, не понимали. Нет, смотри, Нина, зачем ты так говоришь? Смотри, ты слушаешь, ты смотришь. Тебе интересно про биткоин. Тебе всего 30 лет не хватает до 100. А ты здесь, понимаешь? Конечно, конечно. Молодежь это не слушает. А мы с вами слушаем. Поэтому я считаю, что мы не тупые. Мы еще такие прогрессивные. Гульнук, как у тебя? Ты можешь что-нибудь сказать? Или ты с ребенком? Мне выключили, наверное, микрофон. Ну, хорошо, девчонки. Все, я закрываю, значит, нашу сессию. Завтра в 5 часов у нас будут следующие 5 вопросов. Виталий. Когда? Завтра. Завтра? Завтра, не знаю, хоть гуски мои уехали. А то мои же не уедут, я не выйду. Завтра, воскресенье. А у меня рабочий день, поэтому у меня нет выходных. У нас по-еврейски рабочий день начинается на неделю. У нас все никак у людей. Ну, вы евреи, что сделаешь? Ну, хорошо. Всем спасибо, всем хорошего вечера. Спасибо, Виталий, что ты с вами. Очень хорошие были новые. Новые что-то услышали. Спасибо, Виталию. Спасибо. Красавица нашей молодой. Виктория была здесь. Всем спасибо, Ириша, тебе спасибо за организацию. Очень интересно. Вот. Нафиса, спасибо тебе, что зашла. Да, спасибо тебе, да, что организовала. Всем спасибо. Нафиса, вы нашли? Пока-пока. Давайте. Пока-пока.